Приветствую вас, и, к сожалению, вот не очень понятно, к кому вы обращаетесь в своем вопросе, к психологам или к эзотерикам. Соответственно, если к эзотерикам и вам нужно предсказание, то, я думаю, лучше вам будет переобращать свой вопрос в соответствующий раздел. А позиции психологии, понимаете, в чем дело? В позиции психологии нет такого термина, как предназначение. Так это означает, что вам кто-то предназначил быть кем-то. Это, по сути, перенос соответственно, что идет с себя на того, кто вам, значит, что-то там назначил. Вот. Поэтому ситуация такова, что для психологии нет, значит, такого понимания, как предназначение. Для психологии есть желание человека, его потребности, его чувства, эмоции, переживания, может быть, какие-то противоречия, конфликты, неосознанность к тому, с чего вы хотите, борьба личного, общественного, инфинктивного и так далее. То есть вот эти моменты вам психолог поможет прояснить. Вот вы говорите, я нахожусь в поиске себя. То есть вы не можете найти, чем вы хотели заниматься в жизни. Но давайте будем исходить из ваших ценностей. Какие у вас ценности для начала? Какие из этих ценностей вы могли бы принять для себя в качестве уже идей, конкретных идей? То есть что это за идеи? Как бы вы могли эти идеи потом реализовать? Какие идеи вас устраивают? Понимаете? Это с одной стороны. С другой стороны, может быть, имеет смысл подумать, какие у вас интересы, что вам нравится, что вызывает в вас живой неподдельный интерес и так далее. Попробовать. Познакомиться там с представителями этой деятельности, посмотреть, увидеть, как они ее непосредственно реализуют. Попробовать самой реализовать что-то в этом направлении просто в таком вот демо-режиме. Вот. То есть нужно не искать себя, а нужно конкретно анализировать. Анализировать то, что вам близко. И вот между ценностями идеи и формой реализации идеи и вашими интересами и тем, что у вас лучше всего получается по вашему мнению, нужно провести максимально возможную, максимально тесную связь так, чтобы эта самая связь и помогла вам найти себя. Вы можете сделать это сам. С помощью отличных тестов, с помощью анализа, с помощью визуализации. Ну, например, если вы нарисуете, например, на леске бумаги, вот эти вот линии, эти линии, это древо. Древо своих ценностей, идей и формой реализации идеи с одной стороны. И нарисуете древо своих интересов и увлечений и хобби. Вам станет наглядно, понятно, где между этими древами наименьшее различие, где между этими древами наибольшее притяжение, где они ближе всего соприкасаются. И вот именно в этой точке, в точке ближайшего соприкосновения, вам и нужно, в принципе, двигаться. В этой точке и есть то, что вы называете найти себя. Но ведь найти себя можно и немножко в другом ключе. Может быть, вы говорите про свое социальное положение. Может быть, вы говорите про свою личностную характеристику. Может быть, вы говорите про уровень реализации своей и так далее. То есть, найти себя, это процесс довольно серьезный. И я бы рекомендовал вам сначала определить направление, в каком именно вы хотите искать себя. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Я вам помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!